Вот снова и настало это время года, когда в людях просыпается интерес ко всему сверхъестественному, потустороннему или просто мрачному. Грех не записать какое-нибудь видео, приуроченное к этому моменту, но какое? Загляну в свою папочку с идеями. Кажется у меня там как раз была дико атмосферная и страшная игра про вампиров, оборотни и все такое. Да, видео про Нокчерн я успел бы приурочить разве что к кануну Дня Всех Святых следующего года, хотя может так оно и получится. К тому же у меня в планах было сделать фекализацию другой игры, прежде чем меня опередили другие, хотя кого я обманываю. Впрочем, игра, которая к нам попала сегодня на разбор, тоже отлично подходит тематически. Это мрачная детективная история в сеттинге недалекого киберпанкового будущего, подаваемая в форме фулл моушн видеоквеста на целых шести дисках. Но сначала немного предыстории. Как вы можете знать, мне очень нравится пиксельный квест Техновавилон. Настолько, что я даже поучаствовал в его переводе на русский. Всем любителям фантастики, киберпанка и поинт энд кликов рекомендую. Так вот, про Рипера я узнал, когда кто-то где-то в комментах к Техновавилону утверждал, что он целиком попизжен именно с этой игры. И определенные параллели тут конечно есть, но об этом мы еще успеем поговорить. Впрочем, возможно, создатели Техновавилона и не скрывали, что эта игра была одним из источников вдохновения. Например, никнейм главной героини Мандала может происходить от имени одной из жертв в игре. А может это просто совпадение. Итак, начинается игра со вступительного ролика под песню Don't Fear the Reaper группы Blue Oyster Cult, за которую мгновенно прилетает Страйк на Ютабе, поэтому вам ее включать я не буду. Хотя в песне поется Рипер как Женец, а не Рипер как в названии игры, что переводится как Раздирала, очевидно. Мы мало что узнаем из заставки, кроме того, что некая девушка становится очевидно чьей-то жертвой. Гораздо больше информации раскрывается нам в прологе. Повествование ведется от лица журналиста Квинлэна, с которым на связь периодически, сразу после очередного преступления, выходит серийный маньяк-убийца. Так как это уже третье подобное убийство, полиция явно не справляется, а значит роль детектива придется взять на себя нам. Тем более, что у нас есть то, чего полицейские не имеют, а именно некоторая связь с преступником. Хотя почему он выбрал именно нас как свой голос в мир, непонятно. Итак, мы прибываем на место преступления, чему местная полиция явно не очень рада. Да, в роли детектива Магнота Кристофер, мать его, Уокен. Этот парень, он просто сука невероятный. Магнота рассказывает, что убита одинокая редакторесса, убийство не менее жестокое, чем предыдущие, и никакой связи с прошлыми жертвами не прослеживается. Затем расхуячивает улику просто так и покидает нас. И вот она первая головоломка в этой игре. Казалось бы, простая задачка в духе соберить целое из частей, но у меня на нее ушло порядка 15 минут. Что многое говорит об игре, а может о моих умственных способностях. От полицейского фотографа на месте происшествия мы получаем затравку главной загадки этой игры. Оружие, которым пользуется потрошитель. Даже в 2040 году никто не понимает, чем можно нанести такие идеальные порезы, одинаково эффективные как на мягких тканях, так и на костях. Пока мы осматриваемся на месте происшествия, нам поступает звонок из редакции, от коллегии, а по совместительству нашей женщины. Она сообщает, что, возможно, нашла некую зацепку по делу потрошителя, после чего отключается, предложив подождать ее у нее дома. Мы пытаемся перехватить ее еще в редакции, но не успеваем, а наш общий шеф, к сожалению, не в курсе никаких новых продвижений в деле. Пока мы находимся в редакции, мы получаем звонок от, кого бы вы думали, потрошителя собственной персоной. Он очень зловеще сообщает нам, что наша помощница слэш-любовный интерес подобралась слишком близко, и поэтому станет следующей жертвой. Мы мчимся к ней домой, никого там не находим, но тут Кэтрин появляется сама, делает несколько шагов и падает, как кошка, которую Штирлиц напоил бензином. Кэтрин не умерла, однако находится в глубокой коме. Ее поместили в высокотехнологичную больницу, куда мы поскорее направимся, чтобы проведать нашу зайку, наше солнышко, нашу любимую... О. Привет. Я это... сестру навестить пришел, не подскажете, в какой она палате? В больнице мы узнаем, что нашей подруге удалось выжить, потому что что-то, по-видимому, прервало нашего раздиралу. А также, что лечащий врач нашей подруги может быть очень мутная баба, потому что тянет время и не дает добро на инвазивные процедуры. Хотя, возможно, наоборот, она заботится о ее здоровье, наверное, мы узнаем позже. Во-вторых, мы узнаем, что в ее сознании осталось изображение нападавшего. Казалось бы, дело раскрыто, но, конечно, не все так просто. Изображение искажено до неузнаваемости, и чтобы его расшифровать, нам нужно как-то раскачать ее память, чем-то, что вызовет воспоминания. Вот, кстати, одна из параллелей с Техновавилоном, где была чем-то похожая сцена с горничной. Ну что ж, время пошарить по ее вещам, чтобы найти что-то подходящее. Но сначала зайдем к классическому патолого-анатому, любителю поесть на рабочем месте. От которого узнаем больше подробностей об убийствах потрошителя. Органы его жертв как будто превращаются в фарш множественными одновременными разрезами. Даже в кибербудущем 2040 года никто не понимает, с помощью чего ему удается этого достичь. Ну что ж, в прошлый раз нас отвлекли, и мы не смогли как следует обследовать наше с Кэтрин рабочее место. Давайте для начала туда и отправимся. Здесь много всего полезного. Во-первых, терминал для доступа в местное киберпространство, но к нему мы еще вернемся. Во-вторых, странное футуристичное устройство, назначение которого я так и не смог определить. И в-третьих, записная книжка с контактами Кэтрин. А вот это уже может быть полезно. Вот, например, некий информатор или что-то в этом роде. Надо бы узнать у него, не в курсе ли он последних дел Кэтрин. Так, вот номер его телефона. Осталось найти, откуда можно позвонить. Так, в редакции однозначно никакого телефона нет, а с непонятного прибора позвонить не получилось. Но в этом-то как раз я не вижу ничего странного. В то, что к 2040 году стационарных телефонов не останется, я как раз могу поверить. Ах да, у нашего портативного компьютера, очевидно, есть функция связи, ведь нам уже неоднократно на него поступали звонки. Давайте ей воспользуемся, но... Нет, я не вижу тут интерфейса, из которого можно совершить звонок. Что ж, видимо, как и загадочный прибор, эта зацепка ни к чему не ведет. И, наконец, мы находим записку от Кэтрин, написанную прописью. Нет, вот здесь погружение для меня уже начало рассыпаться. Я отказываюсь верить, что в будущем люди будут учиться этой варварской практике. Я понимаю, что это экономит время пишущего, но сэкономленное время даже близко непропорционально времени, требующимся, чтобы расшифровать это дерьмо. А учитывая среднюю потребность писать от руки в современном мире, впрочем, у людей 90-х явно были более наивные представления о будущем. В записке говорится, чтобы мы, если что-то случится с Кэтрин, обратили внимание на кристаллы. Что ж, давайте отправимся к Кэтрин домой. Стоп, а это что за новая локация? Так это же адрес того мужика, к которому мы не смогли позвонить. Значит, из списка контактов нам нужен был не телефон, а адрес? Да, у людей 90-х явно были своеобразные представления обо всем. Я бы понял, если бы мы играли за полицейского, которому надо внезапно нагрянуть к подозреваемому, но Квинлэнд сраный репортер. Его можно безнаказанно нахуй послать и дверь не открыть. А что, если бы его дома не было? Ну, то есть, как оказалось, по факту это маловероятно. Но мы-то этого знать не могли. В любом случае, на данном этапе для нас тут нет ничего полезного, поэтому отправимся на квартиру Кэтрин. Да, у нее интересный вкус в декоре, но в записке говорилось про кристаллы. Да вот же они. Очевидно, это очередная головоломка. И также очевидно, помочь ее решить нам должен вот этот информационный плакат. Зная дату рождения Кэтрин, мы сможем выложить из кристаллов нужную фигуру. Дату рождения мы можем узнать тут же из открытки. Так что, какую вы думаете фигуру нам нужно выложить? Наверное, что-то простое, например, 7 или 4, да? Да хер вы угадали. Кэтрин по гороскопу рыбы, а значит выложить нужную фигуру номер 12, блять. 12! На поле 8 на 9 ячеек. А еще вы, наверное, заметили, что кристаллы разных цветов. Как вы думаете, имеют ли цвета значение при сооружении фигуры? Вот и я, блять, не знаю! Нет, я не против элементов в головоломках, единственной целью которых является вас запутать. Но никогда головоломка и так на грани нерешаемости. И это вторая головоломка в игре, блять! В общем, в пизду, пока у меня есть другие варианты, я буду заниматься ими. Моя последняя зацепка, это что крайнюю жертву в последний раз видели живой в библиотеке. Так как у нас тут вообще-то киберпанк, то библиотека само собой киберпространственная. А вы что подумали? Попасть туда нам поможет терминал из редакции. Подключаемся... И если меню Окулуса Рифта выглядит не так, отмените мой предзаказ. И тут у меня сильнее всего пригорело от этой игры. Она намеренно демонстрирует нам целую кучу разных очень интригующих иконок, но не дает посмотреть, что за ними скрывается. Что там за сервисы, порталы или программы? Нам не дают даже названия посмотреть. Что тут может быть? Группы смерти? Клуб раскомнадзорщиков? Аудионаркотики? Кибердвач с полной сенсорной обратной связью? Я хочу узнать, что там, а не читать ёбаный советский киберспорт. В общем, ладно. Единственное, что нам доступно, это сраная газета и библиотека. Виртуал либарай И в очередной раз дают о себе знать наивные представления людей 90-х о будущем. Потому что в виртуальной библиотеке у нас есть библиотекарь. И нет, это не какой-то там бот или виртуальный помощник. Не удивлюсь, если цифровые копии здесь тоже нужно вовремя возвращать. Хотя это-то как раз было бы вполне в духе киберпанка, да и современной повальной коперастии. И что за BDSM-ный прикид библиотекаря? Они что, могут на работу надевать любые скины, которые хотят? Нет никакого виртуального дресс-кода. В общем, мы хотим узнать, какую последнюю книгу брала наша жертва. Но в бухгалтерии что-то напутали, и нужная запись в журнале учёта оказалась зашифрована. Нам нужно расшифровать номер заказа, и тогда мы сможем узнать, какое наименование она брала последним. И я, конечно, не главный решатель головоломок, но тоже, знаете ли, люблю иногда поломать голову. Чёрт, да я обрудин ругал за то, что она местами слишком простая. Это должно для меня быть как два пальца. Так, что тут у нас? Во всех незашифрованных номерах первая буква всегда H. Дальше идёт другая буква, потом цифровой блок из четырёх цифр, и завершается комбинация снова буквой. Начало положено. Думаю, справедливо предположить, что в квадратных скобках содержится цифровая часть кода. Бляда, мы делаем семимильные шаги. Давайте для аутентичного экспириенса вы поставите на паузу и попробуйте сами подумать, в каком направлении разгадывать дальше. Уверяю вас, так будет интереснее. Итак, дальше я перепробовал всё. Я брал AB как отношение, подставлял букву H, потому что с неё всегда начинаются коды, получая таким образом первые буквы H и I. Пробовал всевозможные цифробуквенные шифры, где цифра обозначает номер буквы в алфавите, и наоборот. Пробовал подойти к шифру задом наперёд, ведь цифра 8 в конце как раз и даёт нам букву H, тогда вторая буква будет номер 1, то есть A. Ничего из этого не работало. Побеждённый я всё-таки решил испортить себе удовольствие и залезть в прохождение. Хотите услышать, как надо разгадывать эту головоломку, да? Ну что ж. С буквами дело техники. Первая буква H, это и так понятно, поэтому шифр указывает нам сразу на вторую. Достаточно подставить то, что идёт после A и B, то есть C. Из части в квадратных скобках нужно убрать все небуквенные символы. Как мы должны были до этого додуматься, ну очевидно, достаточно просто не быть тупым. Остаются буквы N-O-I-A-I-D. Хм, N-O-I-A-I-D. А что если разбить их на фразы? No-I-A-I-D. Хм, а что если у первой буквы I здесь важна не письменная форма, а звуковая? Получается N-O-I-A-I-D без помощи для глаз. То есть без очков. А без очков идеальное зрение, которое в Северной Америке обозначается как 20-20, что соответствует нашим двум единицам. Значит цифровой код 20-20. Ну и не забываем про плюс 1 в конце, что даёт нам 20-21. Ведь это же было так просто, мне стыдно, что я сам не додумался. Ну и наконец, последняя цифра, это действительно номер буквы в алфавите, то есть R. Хоть где-то я был близок к истине. Я с детства ненавидел эти ублюдские задачки. В духе у фермера в корзинке было 10 кабачков, он собрал ещё 5, сколько баклажанов стало у фермера. И ты начинаешь такой в предвкушении интересной задачи прикидывать хуй к носу. Так, если было 10, то хуё-моё, квадратный корень пошёл на ум. Подожди, ёбана. А оказывается, что это гнилая подъёбка и никаких баклажанов у фермера вообще не было. Многие люди говорят, что такие задачи учат нестандартному мышлению. Этим людям я хочу сказать, идите нахуй. А я напоминаю вам, что в зависимости от порядка прохождения, это вторая или третья головоломка в игре. Да, наверняка, алды сейчас и вовсе не удивились. Но я вот никогда не играл в FMV квесты 90-х в духе Миста или Фантасмагории и просто не был готов к этому непроходимому пиздецу. Ах да, подождите, в игре же есть уровень сложности, в том числе головоломок. Уровень сложности в квестах это вообще отдельная банка червей, которую я не готов сейчас открывать. Но, быть может, я слишком высоко задрал нос и нужно просто трезвее оценивать свои способности. Но нет, на эту головоломку, как и на большинство других, этот ползунок вообще никак не влияет. На этом мое знакомство с игрой закончилось. Что довольно прискорбно, ведь я успел втянуться в интригующий сюжет и зловещую киберпанковую атмосферу. Но играть в игру с нерешаемыми головоломками, где эти самые головоломки являются по сути единственным реальным геймплейным элементом, заглядывая на каждом шагу в прохождении, да лучше на ютубе глянуть, честное слово. Если соберетесь, то и русик на нее, кстати, имеется. Есть какая-нибудь связь с двумя предыдущими? Сам смотри, Смузи Стэвис был программистом, Мэдлой работал в химчистке. Я 48 часов бегал со всем этим, но здесь нет никакой связи. Жаль только, что мы так и не раскроем главную интригу, кто же на самом деле оказался маньяком-потрошителем. Но может мы не так уж и много потеряли, ведь я не рассказал вам о еще одной особенности игры. Кто из персонажей окажется рипером, здесь определяется рандомно при каждом начале игры, что кажется на первый взгляд довольно крутой фишкой, но тут игра попадает в классическую уловку 22. Эта фича будет работать только если не знать о ней заранее. Иначе, даже если игра будет подсовывать уникальные для каждого прохождения улики, вы будете думать, что все ваши теории, основывающиеся на обрывках информации, что дает игра, не имеют смысла, ведь рипером все равно может быть кто угодно. Но одновременно делать эту фишку и не рекламировать ее тоже не имеет смысла, ведь так люди пройдут игру и даже не узнают о том, что она была в игре и не оценят. Это слишком дорогая и массивная часть игры, чтобы не использовать ее в маркетинге. Я, например, об этой фишке узнал просто проглядев редми файл. Вот и выходит, что крутая фишка есть, но идет она игре только во вред. В заключение хочу сказать. Знаете, как сейчас часто ругают игры за хищнические практики, когда часть игры намеренно делают унылым гриндоном, а потом за реальные бабки продают вам возможность этот гриндон проскипать? Так вот, современные жадные капиталисты оказываются просто щенки по сравнению с отцами-основателями, которые продавали вам непроходимую, сука, игру, заставляя звонить на платные горячие линии, где вам подскажут прохождение ровно до следующего момента, где вы застрянете. И если бы я давал ачивки играм, как Роскот, то одной из них была бы жадность. Неподконтрольная человеческая жадность – вот что по-настоящему страшно. Всем счастливого Хэллоуина, до новых встреч.